ну тогда я уже пожалуй начну чуть быстрее чем я планировал ребята мы до этого вам показывали фильм наверное вы вспомнили многие как вы сюда попали высший колледж информатики через летнюю школу через поступление через конкурс и вот прошло всего два года и уже многие из вас могут с нами проститься потому что может быть пойдут поступать в разные учебные заведения высшие учебные заведения хотя я надеюсь что большая часть ребят все-таки останется с нами сегодня мы продолжим нашу процедуру вручения аттестатов я надеюсь мне сказали что уже из примерно 140 человек получила большее количество аттестаты осталось только 50 наверное получить аттестаты соответственно процесс идет достаточно бодро и те кто не успеют получить аттестаты наверное екатерина николаевна расскажет вам поподробнее что вы можете и как сделать то есть если вы сейчас находитесь где-то далеко то соответственно екатерина николаевна расскажет чтобы этой ситуации делать правильно катерина николаевна да ну достаточно сложно с вами разговаривать вас не видя вот полное ощущение что разговариваешь как выразился ректор новосибирского государства университета разговариваешь с ящиком вот но я думаю что вы меня слышите я потом почитаю ваши сообщения что вы там напишите по поводу всего что мы устроили в чате в ютюбе может быть даже мы чего-нибудь и ответим вам на это тоже в чате прошло два года это небольшой срок и тем не менее в это очень важный переход с того момента когда вы были можно сказать мы вас и считали и вы были в общем-то по любым критериям и по законодательным критериям и по житейским критериям вы были детьми вот вы переходите уже в ту часть жизни которая называется взрослый когда вы уже самостоятельная вам 18 лет вы несете полную ответственность за свои действия и я надеюсь что этот переход будет для вас переходом приятным вы просите с детством и вступите в юность это прекрасная пора я сам ее помню я могу точно вам сказать что она очень короткая поэтому наслаждайтесь ей на полную катушку но не забывайте что жизнь длинная и юность нам дана для того чтобы подготовиться как следует тому что будет дальше что сейчас будет происходить сейчас мы с вами начале послушаем меня потом соответственно послушаем коллег которые хотят вас поздравить затем мы послушаем студентов которые хотят высказаться кстати у нас не очень много их сейчас подсоединилось желала больше выступить если кто-то еще захочет выступить то в принципе есть возможность запросить ссылку зума подсоединиться к зуму и выступить из зума если хотите можно выступить просто из чата и соответственно там поздравить всех но можно подсоединиться и к зуму и после этого мы еще раз вам скажем молодцы и выключим нашу трансляцию вот примерно что мы собираемся сегодня сделать я хотел сказать главным образом меня сейчас беспокоит следующий вопрос мы в этом году запускаем бакалавриат бакалавриат по направлению 150306 мехатроника и робототехника это такой очень интересный на мой взгляд бакалавриат который нам который мы давно хотели запустить и все таки вот сейчас попробуем это сделать чем он интересен ну во первых это будет бакалавриат который будет полностью университетский бакалавриат это не значит что это что-то там что мы у себя высшим колледже информатики делаем отдельно от большого основного университета нет это полноценная программа которая будет реализована на базе университета с большой вероятностью мы сможем получить места для наших студентов на центральном кампусе то есть верхней зоне академгородка и студенты будут проходить обучение в значительной мере на базе площадей новосибирского государственного университета в тех симпатичном большом здании которое вот новое было недавно сдано кроме того сейчас очень модно говорить о том что обучение должно идти по принципу 2 плюс 2 плюс 2 мало кто это понимает но мы уже это делаем и мы понимаем это следующим образом базовые так мне говорят что звука нет это правда или нет так значит продолжаем будем считать что кому-то повезло кто-то услышит а следующие посмотрят на нас и потом послушают трансляции да звук мы выложим отдельно и так как мы это понимаем 2 плюс 2 плюс 2 это значит что первый курс мы даем базовые знания базовые знания это умение программировать это знание математики ну и те предметы которые необходимы для полного цикла в высшем образовании гуманитарные предметы социальные предметы практические занятия и поэтому эти базовые знания мало отличаются у различных технических направлений и уж точно они мало отличаются у тех кто учит программирование и тех кто будет учить мехатронику и робототехнику кстати наше направление будет называться такое у него рыночное название deep robotics это значит глубокая робототехника то есть элементы глубокого обучения в сочетании с исполнительными устройствами первый курс будет у нас идти совместно с факультетом информационных технологий первый курс все предметы общие будут просто унифицированы и будут читаться лекции читаться специалистами фид ну а дальше там семинары будут вестись различными преподавателями с разных подразделений поэтому программирование математика будет такая же как на профиле компьютер сайенс на фид почему в этом году я предлагаю поступать именно на направление мехатроника и робототехника потому что в этом году у нас есть 33 бюджетных места и соответственно проходной балл скорее всего будет поскольку у нас репутация еще только начинает строиться проходной балл будет не очень высоким я ожидаю что проходной балл где-то будет в районе 210 то есть по 70 на на один предмет егэ чтобы поступить надо сдавать три предмета это русский математика и информатика ну и соответственно вот я ожидаю что где-то в районе 210 будет проходной балл уже на следующий год он будет гораздо выше минус самый главный этой программы это то что у нас пока нет аккредитации мы будем получать двадцать первом году я не буду вдаваться в детали что такое лицензия аккредитация и так далее для тех студентов которые поступят это касается только молодых людей и только тех которые могут быть призваны в армию те ребята которые поступят в армию поступят в армию простите простите те ребята которые поступят на мехатронику и робототехнику если они военно обязаны с программ которые не имеют аккредитации они могут быть призваны в армию Ну вот, собственно, я как бы программу коротко обрисовал. Еще раз хочу вас поздравить с успешным прохождением двух лет. Я желаю вам поступить туда, куда вы хотите, тем, кто собирается поступать, и обязательно сделайте это, если хотите. Я желаю вам отлично сдать ЕГЭ на те баллы, которые вы запланировали, и, может быть, даже выше. И мы очень надеемся встретиться с вами в следующем году обязательно, либо в качестве студентов среднего профессионального образования, если вы выберете продолжать образование в колледже, либо уже в качестве студентов высшего образования на новом направлении, если вы выберете этот путь. Ребята, всего вам хорошего. Так, а теперь я передаю слово Александру Дмитриевичу. Александр Дмитриевич, скажите еще пару слов про нашу новую программу. Конечно, скажу. Но сначала хочу представить своих коллег по кафедре. Кафедра ЕНД. С этой кафедрой все студенты, которые учились в колледже, все знакомы. Программисты были с ней знакомы по дисциплинам биологии, химии. И самое главное, ваш любимый предмет – физика. И этот предмет представляет сейчас Елена Алексеевна Якшина. Елена Алексеевна, поздравьте, пожалуйста, наших коллег. Добрый день. Минутка проверки. Слышно, да? Звук есть? Есть от меня звук? Есть! Да, замечательно, спасибо. У меня тут большие неполадки были. Ну, в общем, я хочу поздравить ребят, собственно, с завершением значительного этапа в их жизни. Это без сомнения. Вот. И на самом деле я понимаю, что несмотря на то, что именно сейчас им необходимо делать какой-либо выбор, на самом деле в таком возрасте это достаточно сложно. И я хочу вам пожелать, что не бойтесь пробовать на самом деле. То есть сейчас вам кажется, что вы четко знаете, чего вы хотите. Допустим, через несколько лет вы можете передумать. И нет ничего страшного, чтобы начать все сначала. Возможно, кардинально сменить какую-то специальность. Хотя, конечно, мы это... Мы надеемся, что вы этого не сделаете. Вот. А все-таки пойдете выбранным курсом в нашем колледже и в дальнейшей программе. Но, тем не менее, в этом нет ничего страшного. И, соответственно, пробуйте разные вещи, дерзайте. Тем более, ту область, которую выбрали, информатика, она сейчас очень бурно развивается. И совершенно непонятно, какие профессии новые в этом направлении будут завтра. Какие профессии, соответственно, уйдут в прошлое буквально на следующий день. Поэтому дерзайте и успехов вам в дальнейшем. Спасибо, Елена Алексеевна. Сейчас я хочу дать слово Игорю Анатольевичу Козулину. Это блок такой, ну, специальных, что ли, предметов в нашем колледже. Те ребята, которые заканчивали или будут продолжать учиться по специальности 0902-01, очень сильно с ним соприкоснутся. Пожалуйста, Игорь Анатольевич. Уважаемые ребята, ну, я тоже присоединяюсь к поздравлению. На самом деле, я понимаю, что для вас это этап, который вы сейчас прошли. Он действительно, он существенный. И на самом деле у вас открываются сейчас громадные возможности. Ну, и ваше будущее впереди. Сейчас полностью, по сути дела, зависит от вас. Но, несмотря на это, мы активно будем вот преподаватели и тот состав преподавателей, который у нас есть. Эти преподаватели вот всегда помогут вам в вашем направлении. Какое бы вы направление ни выбрали, они буквально вот с первого курса и так далее могут с вами провести вот этот вот путь. И обучаться новому и узнавать новое вы можете под чутким руководством наших замечательных преподавателей. Ну, также хочется сказать, что даже вот этот новый бакалаврят, который открывается, он открывает существенные возможности перед вами. И хочется сказать, что вот даже если у вас есть какие-то идеи, то все вот ваши идеи вы можете притворить, все ваши задумки вы можете притворить действительно в какой-то, ну, реализовать свой потенциал. Также вот эта программа бакалаврята предполагает, что вы действительно станете очень ценными сотрудниками, ценными специалистами на рынке труда. Это очень сейчас важно и для вас, я понимаю. Поэтому это вот те, кто выберет дальнейшее направление, учиться с нами идти, либо дальше по вашему, ну, допустим, по информатике или в другом направлении, то, значит, это позволит вам оставаться ценными специалистами на рынке труда, если пойдете дальше в IT-технологии. Ну, и, значит, основной мой посыл к вам, это, значит, ребят такой, не бойтесь ставить цели перед собой и всегда старайтесь их достигать. Это вполне реализуемо, и мы вам активно будем в этом помогать. Спасибо вам. Спасибо, пожалуй. Спасибо, Игорь Анатольевич. От себя хочу только сказать. Трудно выступать после всех таких ярких ораторов. Все, что я запланировал, они уже сказали, но я хочу одно сказать. Я тоже, я немного вам завидую. Я прошел такой же путь, какой вы путь сейчас начинаете. Я заканчивал Новосибирский политехникум тогда он был, потом поступил в институт, ну, а потом дальше началась работа. Так вот, это время в Новосибирском политехникуме, нынешний колледж, было самым счастливым моим периодом в жизни. Отличное время, столько возможностей и столько радостей. Это очень хорошее время. Желаю вам его хорошо провести и не терять своих возможностей. Что касается будущей их специальности и будущей жизни. Вот раньше было, историки отмечают две революции. Это аграрная революция, которая изменила революции в жизни, такие глобальные. Это те события или те промежутки времени, когда происходят очень большие изменения в жизни людей. Глобальных на всей планете. Так вот, была революция аграрная, была индустриальная, а сейчас, похоже, грядет революция информационная. И если вы хотите быть полноценными участниками этой революции, быть активными ее строителями и активными членами, что ли, вот этого процесса, поступайте, продолжайте работать в IT-технологиях. Поступайте к нам на факультет, на отделение мехатроники и робототехники. Может, вы думаете, что программисты, у вас, программистов, может пугать название мехатроника и робототехника. А электрончиков, как мы их внутри называем, по специальности 0.2.0.1, может пугать там сильные, большие возможности, сильные, большие объемы там программирования. Ничего не бойтесь. Ставьте перед собой цели, всему вас научат. Программистов научат электроники, микропроцессорной техники, роботам. А электронщиков дадут больше знаний по программированию. На самом деле, образование базовое, оно университетское. И по окончании этого отделения мехатроники и робототехники вы будете полноценными профессионалами в IT-технологиях. Можете работать хоть где, абсолютно хоть где. А в то же время будете дополнительно иметь знания по робототехнике и мехатронике. Сейчас в России идет большой этап преобразования цифровой экономики. Так вот это и есть очень большой пласт в цифровой экономике. Это пласт робототехники и мехатроники. Так что, ребята, давайте дерзайте, поступайте. Что я могу сказать на собственном опыте? Если кто не сдавал ЕГЭ, а собирается свою жизнь связать с высокими вот этими информационными технологиями, ничего не потеряно. Сдавайте ЕГЭ, поступайте в ВУЗы, поступайте в наш университет, поступайте на наш отделение мехатроники и робототехники. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо, Александр Дмитриевич. Итак, я думаю, что хватит рекламы, оголтелой рекламы нашей новой бакалаврской программы. Давайте перейдем к чему-нибудь другому. Все-таки, наверное, некоторые хотят просто спокойно отметить радостное событие, что они, наконец, получили аттестаты. Хотя для большинства это событие омрачено предстоящим ЕГЭ. Вот, коронавирус наложил свои сложности на это. Давайте мы послушаем, что нам скажут наши дорогие преподаватели. Мария Александровна, вы нам скажете что-нибудь? Александровна, сказать слышно меня, нет? Слышно-слышно, да. Прекрасно слышно. Замечательно. Я вот хочу сначала пожаловаться и сказать, что преподаватели физики и информатики в колледже находятся в гораздо лучшем положении. Потому что они, по крайней мере, 1 сентября не отвечают на вопрос, зачем же нужен ваш предмет. А я это делаю каждый раз. У меня уже очень много вариантов на ответов на этот вопрос. Ну, дети спрашивают, а зачем нам литература? Нам, информатикам. Я говорю, ребята, ну пока вы еще не информатики. Потом им иногда говорю о том, чтобы же физкультура и литература – это самые важные предметы. Потому что если ты не знаешь, как действовать в чрезвычайной ситуации, или ты обладаешь плохим здоровьем, то, соответственно, что можно изучать дальше? Вот. И мне задали в этом году очень интересный вопрос. Мария Александровна говорит, а зачем вы учите литературе в колледже информатики? Ну, шли бы туда, где люди готовятся поступать на филологический факультет, учили бы народ. И я задумалась, а почему на самом деле я учу детей, для которых литература – это далеко не самый главный предмет. И вы знаете, я нашла ответ на этот вопрос. И вы знаете, литературу учат не для того, чтобы знать какие-то даты, какие-то литературные определения. Литературу учат для того, чтобы в жизни поступать правильно и многому научиться. И получается, что не я учу детей, а те произведения, которые мы проходим. И они учат детей поступать правильно. Вот, например, мы прочитали роман Обломов, и девочки прекрасно знают, что если молодой человек лежит на диване, философствует и ничего не делает, то его совершенно невозможно изменить. И если тебе нравятся такие, как Штольц, то не нужно приставать к таким, как Обломов. А мальчики, которые любят ничего не делать и лежать на диване, должны очень бояться активных девочек, которые будут пытаться поменять их натуру. Мария Александровна, вы на паузе, мы вас не слышим. Романа, не слышно? Алло, не слышно? Сейчас стало слышно. Там на самом интересном месте, где мальчики с девочками там. Ну, сейчас уже 18 лет. А, мальчики? На эту тему спокойно разговаривать. Ребята взрослые. Очень важный момент. Говорили о том, что никого нельзя в этой жизни поменять. И лучше искать сразу же того человека, который тебе подходит. Когда ребята читают роман «Отцы и дети», они должны понять, что главное в нашей жизни – это наши родители. Потому что при любых разногласиях, при любых проблемах, все равно это те люди, которые всегда будут с нами и всегда будут за нас. Кроме того, например, если мы прочитали роман «Преступление и наказание», то умные студенты понимают, что если ты хороший человек, то не нужно совершать гнусные поступки, которые будут потом мешать тебе. И совесть не даст тебе спать спокойно. А, как говорил Лев Николаевич Толстой, самое главное – не делать ошибок, а понимать, когда ты сделал что-то не так, и постараться это исправить. Вот чему я старалась учить детей, да, вместе с ними читали эти литературные произведения. И именно такую я видела свою функцию, чтобы я дала детям что-то, что могло им помочь дальше двигаться по жизни, совершать правильные и хорошие поступки. Это я обратилась ко всем студентам, к студентам всех групп. А теперь я хочу непосредственно обратиться к группе 801В, у которых, у детей, у которых я была два года куратором. Я хочу этих ребят поблагодарить. Это была хорошая, замечательная группа. Мне очень помогал староста Галкин Добрыня, очень помогал Лев Иванов, Миша Нестеров. То есть это были люди, которым можно было обратиться в любой момент, и они делали все, что я прошу. То есть вот просто такой мой был надежный тыл. Дальше я хочу сказать, что в нашей группе очень много студентов перешли на бюджет за время обучения. Я хочу поблагодарить нашу администрацию, преподавателей, которые помогли им это сделать, шли навстречу. Это для нас было очень важно. И мы каждый такой переход на бюджет считали очень большой победой для себя. Что еще хочется сказать? Хочу поблагодарить Петра Васильевича Пипича, потому что именно на его уроке на физике я могла найти злостных прогульщиков. Вот их не было нигде. А на физику они ходили. И если мне нужно было найти студента, которого я уже забыла, как он выглядит, мне нужно было идти прямиком туда. Так, и хочу вот под конец своей речи вспомнить очень интересный случай. В сентябре месяце мы с Екатериной Николаевной, она, наверное, помнит, заметили, что у нас один замечательный студент, Дима Митриков, постоянно опаздывает, хотя живет в общежитии. И вот мы его поймали в коридоре, 15 минут уже прошло пары, и стали его спрашивать, что же случилось, почему он опять не приходит вовремя. Он большой, выше нас ростом, посмотрел на нас, значит, сверху вниз и говорит на меня, так, вроде вас я помню, вы мой куратор. А на Екатерину Николаевну, а кто вы? Представьтесь лучше обе. Вот как мы стояли, так вы и остались стоять. Вот, я ему потом долго объясняла, почему так нельзя говорить, почему иногда нужно молчать, даже если ты хочешь что-то спросить. Но ситуация была очень комичная, что интересно, после этого он перестал опаздывать. Ну, и я хочу закончить на той ноте, что я надеюсь, что теперь студенты нас никогда не забудут, и те, кто уйдет из колледжа, будут приходить в гости и будут знать, что мы с удовольствием их будем всегда встречать, и мы всегда их будем рады видеть. Большое спасибо. Все, я заканчиваю. Огромное спасибо, Мария Александровна. Замечательное выступление. Вы нам поднимаете количество просмотров на Ютьюбе. Значит, что-то у нас там в чате на Ютьюбе какое-то, в общем, затишье. Один Семен там за всех бьется, а больше, видимо, людям нечего сказать. Ну, хотя, может быть, как у нас проблемы со звуком, у них также проблемы с клавиатурой. Мы будем рады прочитать, что вы по этому поводу думаете, что вы думаете по поводу обучения колледжа. Я имею в виду те два года, которые вы здесь провели. Так что пишите, пожалуйста. Так, теперь я бы хотел попросить, наверное, Юлия Викторовна, вы скажете что-нибудь нашим студентам? Ну, только звук включите, пожалуйста. Сейчас, да. Слышно меня? Ну что, ребята, пришли вы к нам два года назад, поступили, стали студентами Высшего колледжа информатики. И у вас, очень даже у немногих, появилась такая возможность, как получить дополнительную ступень образовательную и завершить ее вручением документа об этом образовании. Вы получили аттестат о среднем образовании общем, который дает вам право, при условии, что вы сдадите ЕГЭ, в общем-то, изменить образовательную ступень и поступить в ВУЗы. Мы вас призываем не бояться и использовать эту возможность. Тем более, что, в общем-то, вы всегда знаете, что запасной аэродром в качестве колледжа всегда у вас за спиной. И в случае какой-то неудачи мы ждем вашего возвращения и продолжим образование уже в стенах нашего учебного заведения. Дальше вы перейдете на третий курс и будете очень плотно взаимодействовать со мной. Мы с вами познакомимся поближе и, надеюсь, с небольшими потерями дойдем до вручения дипломов о среднем профессиональном образовании, которые тоже вам дадут возможность поступать в ВУЗы и при желании повышать свою образовательную траекторию. Поэтому не бойтесь, дерзайте, пробуйте. У вас все получится. Всего доброго. Спасибо большое, Юлия Викторовна. Теперь мы бы с удовольствием послушали наших гостей. Точнее, не гостей, а наших студентов. Ну, наверное, с кого начнем? Слово, наверное, мы предоставим Егору Максимову. Вот по вашей заставке, Егор, вас включите или вы сами включите звук себе? О, Егор, здравствуйте. Да, Егор, по вашей заставке ни за что не подумаешь, что сейчас появится бодрый молодой человек. Если да. Ну, скажите, пожалуйста, что-нибудь. Ну, что ж, я долго выбирал, куда идти после девятого класса. И, по правде говоря, даже когда поступил в ВКИ, сомневался, что сделал правильный выбор. Но не проучился я там недели, как понял, что не ошибся. Качество образования здесь действительно на очень высоком уровне. Во многом благодаря замечательным учителям. Спасибо вам огромное за доходчивое объяснение не всегда простых тем. И то спокойно я бы доскал домашнюю атмосферу в классе, благодаря которой учиться еще приятнее. Отдельную признательность хотелось бы выразить учителям математики, русского языка и информатики за подготовку к ЕГЭ. Спасибо вам большое. И я был по-настоящему счастлив проучиться здесь два года. Учитывая, что ВКИ лучше многих вузов страны, не исключено, что продолжит здесь свое обучение. О, Егор, ну, конечно, продолжайте, да. Я, знаете, тоже первую неделю, когда сюда пришел, я тоже сомневался, правильно ли я попал или неправильно. Даже еще первый год хотелось куда-нибудь убежать. Но сейчас уже вроде привык, да. Егор, спасибо за замечательное поздравление. Ну, давайте мы попросим Льва выступить. Лев, скажите, пожалуйста, что у вас наболело, накипело? Здравствуйте, слышно меня? Превосходно. От лица нашей группы хочу особенно поблагодарить Дарью Евгеньевну и Елену Вадимовну, которые даже после начала этого карантина продолжают нас подготавливать к ЕГЭ. А также Синеву Татьяну Антоновну, Листак Марию Александровну, Пипича Петра Васильевича, Аксенова Максима Сергеевича, Лукашу Ольгу Викторовну, которые запомнились нам больше всего и навсегда останутся в нашем сердце. Также хочу сказать... Рано, рано так радикально прощаться с ними. Ну, также хочется сказать, что нам предстоит очень нелегкое решение в выборе дальнейшего пути, особенно в нынешнем году. Многие до сих пор в раздумьях уходить из колледжа или идти в высшие учебные заведения. И могу сказать, что я тоже один из них. В общем, все будет решено после того, как сдадим ЕГЭ. Желаю всем успехов, здоровья и продвижения в учебе. Спасибо большое, Лев. Полина, скажите нам что-нибудь. Здравствуйте. Здравствуйте. От лица студентов своей группы хочу поблагодарить преподавателей за терпение, доброжелательность и готовность отвечать на любые вопросы. Также спасибо за то, что несмотря на сложности с дистанционным обучением, вы изо всех сил старались, чтобы учащиеся усвоили весь необходимый материал. Спасибо, Полина. Еще что-нибудь скажете? Или уже все, вы уже отключились, да? Хорошо. Так, ну что, переходим к заключительной стадии. Значит, перед тем, как мы дадим слово Екатерине Николаевне, которая известит, что с вами будет дальше, тем, кто еще что-то не получил, или тем, кто что-то получил, но недополучил, и так далее, я хотел бы все-таки сказать несколько слов. Опа, откуда я делся? А, понял, я закрыл камеру собственным листочком, она снизу. Я хотел сказать несколько слов про то, как мы завершили этот год в плане учебы. Мы завершили его неожиданно замечательными результатами, неожиданными для руководства колледжа. Нет, мы, конечно, верим в то, что у нас самые лучшие в мире студенты, и что они способны на многое, но то, что в этот раз у нас будет в колледже 7 медалей, мы, конечно, в страшном сне такого не могли увидеть, потому что у нас было 2, была 1, было не 1, но такого, чтобы даже 3, я что-то не припомню. А тут сразу 7. Давайте я зачитаю имена, фамилии и даже отчество тех ребят, которые получили медали. Это большой труд. Что бы ни было, труд обычно всегда вознаграждается, поэтому при прочих равных тот, кто больше работает, всегда имеет преимущество. Поэтому молодцы, ребята. Я читаю в случайном порядке, поэтому не думайте, что кто-то там выше стоит, кто-то ниже. Давайте поздравим. Максим Александрович Шацких, Егор Евгеньевич Максимов, Ирина Андреевна Чугунова, Мария Евгеньевна Гречнева, Эвелина Андреевна Пивнева, Ирина Андреевна Белорусова и Александра Александровна Данилова. Ребята, вы огромные молодцы. Вы сделали все, что могли, и даже больше. И мы вами очень сильно гордимся. Теперь, значит, перейдем к следующей части. Как я сказал, у нас никогда такого не было. И вот опять 7 медалей. В наличии в колледже сейчас 5 медалей. Не могу сказать, что они будут выданы случайным образом. Но, тем не менее, получат медали сходу не все. Не переживайте. Те, кто будет получать медали последним, тот получит их с большими подарками. Об этом мы позаботимся. Те, кто получат медали первым, для них уже сам факт выночи будет огромным подарком. Те, кто очень торопятся, получат медали до конца этой недели. То есть завтра уже все получат. А тот, кто приедет и получит их уже ближе к осени, я постараюсь, чтобы вы в этом не разочаровались. Так что еще раз большое спасибо. Желаю вам всяческих успехов и удачи. Она обязательно пригодится. И теперь передаю слово Екатерине Николаевне. Екатерина Николаевна, скажите, пожалуйста, что еще должны сделать наши студенты? Вы меня слышите? Да. Слышно. Дорогие ребята, я хочу поздравить вас с окончанием среднего общего образования. Пожелать вам успехов в сдаче единого государственного экзамена. Вам это на сегодняшний день очень необходимо. Не бойтесь трудностей. Вы молодцы. Вы справитесь. У вас все получится. Что по поводу получения аттестатов? В настоящее время я нахожусь в колледже и буду находиться еще какое-то время на протяжении июля месяца. Если вдруг вы решите прийти и забрать свой документ об образовании, со мной просто нужно будет списаться как минимум на почте. Либо позвонить на рабочий телефон. И я с удовольствием приду и выдам ваш документ об образовании. И еще хотела бы пожелать, чтобы вы все-таки не торопились забирать ваши документы. Оставляйте, пожалуйста, запасной аэродром. Особенно молодые люди. Помните о том, что у вас предстоит еще и армия. Поэтому об этом тоже нужно хорошо подумать, все взвесить, прежде чем забрать документы и отчислиться. Ребят, ну отчислиться вы сможете все-таки. Давайте договоримся. 27 августа я буду вас ждать всех. И вы успеете написать ваше заявление и получить аттестат об основном общем образовании. Успехов вам. Всего хорошего. Спасибо, Екатерина Николаевна. На этом мы заканчиваем нашу торжественную часть информационную. Ребята, все, кто получает аттестаты после двух лет обучения в колледже, спасибо вам большое. Еще раз удачи. Встретимся обязательно. Можете отключаться. Я просто отвечу на парочку вопросов. Мы с Юлией Викторовной ответим на вопросы, которые тут приходят через чат. Барборис Томми. Не знаю, кто это. Юлия Викторовна, у нас учился такой? Барборис Томми, а? Нет, по-моему, не учился, да? Тем не менее, этот студент требует немедленно диплом, потому что его забирают армию. Юлия Викторовна, как мы... Видимо, кто-то уже хочет прямо с понедельника отправиться в военкомат с вещами. Как мы сможем им помочь? Сможем мы дипломы? Я не поняла, это студент какого курса-то? Четвертого? Я думаю, да. Я думаю, да. Панику трудно сказать, на каком курсе он учится, но я думаю, что это уже четвертый, да. Ну, в принципе, у четверых ребят уже такая проблема возникла. У них уже боевые повестки на руках. Вот. Все со мной связываются. Мы в частном порядке договариваемся. Я иду навстречу, стараюсь все сделать для того, чтобы вы, уйдя в армию, документ уже имели при себе. Вдруг он вам пригодится. Юлия Викторовна, а зачем им наш диплом при уходе в армию? Я не знаю, они очень хотят. Они говорят, наверное, нам помогут. Мы сохраним дипломы до возвращения. Мы сохраним их точно. Ну, может быть, просто это какие-то льготы. Я им тоже гарантирую. Но, тем не менее, почему-то, ну, видимо, они хотят показать родителям и уже отпраздновать, как бы, свое завершение образовательного процесса и уйти в армию. Поставить точку в этой истории. Понятно. Ну, я надеюсь, в чате нам ответят, и мы узнаем, какая острая необходимость получить диплом именно до ухода в армию. Хотя, конечно, мы пойдем на встречу и все сделаем. Коллеги, мы подождем еще примерно 30-40 секунд. Это время, которое задержки между стримом с Zoom и YouTube. И если вдруг поступят еще какие-то вопросы в чате, мы на них ответим. А если никаких вопросов не поступит в течение минуты, то мы, соответственно, отключаемся. Хороший вопрос был в чате, собственно, где будут проживать и где будет обучение проходить, семинары, лекции. Вы кратко говорили вначале, я думаю, повторить стоит. Сейчас я повторю, да. Значит, обучение будет происходить на базе, поскольку у нас общая, как я уже сказал, в Computer Science Fit у нас абсолютно общий первый курс, общая математика, математические дисциплины и информационные дисциплины, то, соответственно, обучение по этим дисциплинам будет проходить на базе нового корпуса НГУ. Там будут проходить лекционные занятия, большая часть семинарских занятий и, наверное, один день в неделю будет в Высшем колледже информатики. Это что касается обучения на первом курсе. На втором курсе, скорее всего, там больше занятий уже будет в ВКИ, поскольку будет больше практических занятий, а практическая база вся у нас сосредоточена в колледже. Ну, я надеюсь, к этому моменту мы уже запустим еще и наш новый учебно-производственный корпус, который нам передали. Теперь, что касается проживания. Здесь на 100% я сказать пока не могу, потому что кампус университета тоже заполнен на полную катушку и, собственно, там под завязку заполнен. И там есть до сих пор некое распределение по различных факультетам, по общежитиям, исторически сложившиеся. Мы постараемся сделать так, чтобы наши студенты попали на центральный кампус университета. В том случае, если в этом году нам это сделать не удастся, там будет переполненное общежитие с тех факультетов, которые уже давно существуют, то в этом случае мы, конечно, ребят заберем себе проживать. На тех же условиях, на которых это происходит в центральном кампусе университета. В центральном кампусе университета условия не такие, как в колледже, гораздо более мягкие. То есть селят всех иногородних, тех, кто поступил на бюджет, и тех, кто поступил на вне бюджета. Вот, собственно, примерно такой ответ пока. Еще есть вопрос. Если мальчик поступит на боковый ряд, а его заберут потом в армию, он сможет продолжить обучение после армии? Да, да, да. Это точно совершенно поступает. Если человек на бюджет и служит в армии, то в этом случае это рассматривается по той же схеме, что и Академотпуск. То есть бюджетное место за ним полностью сохраняется. Он приходит, просто через год приходит, возвращается и учится с того же места, с которого был призван. Это 100%. Так, я вот что-то не могу понять тут. Когда скажут, где будут проводиться ЕГЭ? Екатерина Николаевна, прокомментируйте, пожалуйста, в каких именно школах. Значит, основное проведение ЕГЭ... Слышно меня? Слышно? Слышно, слышно, да. Значит, самый главный и важный пункт проведения ЕГЭ, да, и основные предметы будут проходить у нас с вами на ПП-455, это школа номер 119, которая находится по адресу Добровой... Ой, нет, не Добровольческая. 16, а? 16, а помню. Значит, ребят, я всем выдам уведомления на ЕГЭ. Пока, к сожалению, приводится в порядок база. Как только сбросят мне уведомления, я всех оповещу не переживать. Я сама очень переживаю за это в этом году. Вот. Екатерина Виколаевна, никто у нас не пропустит ЕГЭ из-за того, что не будут знать, куда ехать, сдавать, а? Нет, 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 нет. Мы на сайте выложим всю информацию? Нет, на сайте эту информацию мы не выкладываем, потому что уведомления для каждого студента разные экзамены, и в уведомлениях будут прописаны разные сроки проведения экзаменов. Например, русский язык у нас будет проходить в этом году в два дня, вот, 6 и 7 числа. Поэтому я пока не знаю, каким образом дети будут распределены. Вот. Ну и плюс еще те дисциплины, которые будут проводиться вне ПП-455. Ну, например, иностранные языки вот в прошлом году проходили в школе номер 179. А вот, потом еще какие-то предметы, дисциплины, да, проходили у нас в Горностайе и так далее. То есть нужно ждать уведомлений. Я надеюсь, что они очень в скором времени придут. А что значит уведомления? Куда они будут приходить? На чей адрес? Ко мне на почту придут, а я уже буду работать с каждым студентом индивидуально. Буду подключать кураторов, вот, раздавать эти уведомления, оповещать. Ребята, еще раз можно повторить то, что вот Екатерина Николаевна сказала. Значит, действительно, будет очень много, очень большой бардак в этом году, связанный с тем, что все равнофиксы. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь любыми известными способами. Контактируйте с Екатериной Николаевной, звоните, пишите. А можно сказать твой номер? Они хотя знают и пишут все. Он всегда на переадресации стоит 373 1163. Ребята, не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы, я всегда отвечу. Либо пишите, почта у всех тоже есть. Я всегда очень активно отвечаю, вы знаете об этом. Так, хорошо. Ну, пока я не вижу каких-то еще дополнительных вопросов. Вроде все. Вот спрашивают, а зачислят ли в ВУЗ до отчисления из ВКИ? Нет, так обычно не. Ну, в смысле как? Там до отчисления из ВКИ. Юлия Викторовна, это хороший вопрос, да. Ну, здесь мы можем сделать только то, что делают во всех школах, ничего больше, да, Юлия Викторовна? Их зачислить могут, потому что они будут поступать на основании аттестата о среднем общем образовании. К нам они поступили на основании, как его, господи, скажи мне, Екатерина Николаевна. Общего образования. Основного общего. Поэтому мы будем собирать сведения обязательно. И как только у нас придет уведомление о том, что поступил в тот или иной ВУЗ, конечно, отчисление будет обязательным из колледжа. Но оно может быть после зачисления в ВУЗ. Да, то есть в колледже точно у вас отчисление, может быть, после зачисления в ВУЗ мы отчислим вас из колледжа. Потому что, а если вы не поступите, соответственно, абсолютно такая нормальная практика, когда ребята пробуют поступить и возвращаются назад. При этом, естественно, отсрочка от армии никуда не девается. Она остается на месте. Она продолжает действовать. Так, еще, Екатерина Николаевна, вопрос. Русский в два дня. Это значит, что кто-то в один день, а кто-то в другой. Можете прокомментировать? Совершенно верно. Шестого, седьмого по расписанию у нас будет проводиться русский язык. Как будут распределены студенты, к сожалению, я сама очень хочу знать. Пока не знаю. Жду с нетерпением, жду уведомлений. Понятно. Ну, подождем еще секунд 20-30. Я смотрю, что... Ну, нас просят не отчислять. Юлия Викторовна, пожалуйста, не отчисляйте, а? Я правда не знаю. В общем, 21-го не отчислять, да. Остальных можно. До 20-го всех отчислять, а 21-го остается. Я буду правы и коптения, широко согласен отчисления. Конечно, интересные у нас студенты. Такие у них интересные имена. Вот я вижу Василий Сушеный, например. 21-й по-английски. Интересные ребята, да. Может, нам тоже всем ники взять какие-нибудь, а? Следовать правилам онлайн-сообщества. Так, ну, я думаю, что большинство вопросов мы ответили, на остальные мы ответим в рабочем порядке. Я всех благодарю, кто нас слушал. Я всех благодарю тех, кто поздравил студентов и рассказал о том, что мы готовим для них. Поэтому ребят, которые пришли поздравить своих коллег, до свидания, всего хорошего. Заканчиваем встречу. Продолжение следует...